Экомониторинг, информационная безопасность, умные города. Интеллектуальные технологии, которые делают жизнь южноуральцев комфортнее, представили на 8-м всероссийском форуме информационное общество. О жизни в цифре расскажет Ксения Перчаткина. Все больные места города на интерактивной карте. Хождение по кабинетам чиновников, как по мукам, в прошлом. Жители могут оставить свою просьбу теперь на специальной платформе. Отметить, где есть свалка, плохие дороги или нелегальная реклама. Но разработчики уверяют, незамеченным обращения не останутся. Инициатива уже работает в садке. Служат она для того, чтобы жители могли доносить свое желание, свою инициативу до властей. И эта инициатива движется не сверху вниз, а снизу вверх. После того, как люди пишут, жители города пишут, что они хотят, они указывают на карте нужное место. И если это проходит модерацию, эта инициатива начинается голосование. Интерактивная инициатива работает благодаря технической поддержке компании «Ростелеком». С ее помощью Челябинская область входит в число умных регионов страны. Охват цифровыми технологиями постоянно растет. Госуслугами через интернет пользуются 65% населения. Губернатор области поручил разобраться, почему не 100%. И таких с каждым годом на Южном Урале все меньше. В течение нескольких лет доступ к интернету и услугам связи должны получить 90% населения области. В следующем году Всемирная сеть появится еще почти в 260 маленьких деревнях. Там построят точки Wi-Fi доступа. Умные технологии «Ростелекома» буквально заходят в каждый дом. «Ростелеком» в данном форуме презентует единственную в России платформу для умных городов. Это наша разработка. Туда интегрируются буквально все системы. Начиная от телеметрии ЖКХ, заканчивая региональной системой оповещения населения, ОЧС и многое другое. Технологии «Ростелекома» следят и за экологической обстановкой в регионе. Специальные датчики, которые установлены на промышленных предприятиях, отслеживают различные выбросы. Магнитогорский металлургический комбинат уже несколько лет непрерывно ведет собственный мониторинг газов. В ближайшее время начнется и работа по учету выбросов в воду, после того, как завершится возведение дамбы. Эти четыре лаборатории будут анализировать все вредные выбросы в их внутренний бассейн, который они сейчас оградили дамбой, в их внутренний бассейн из их водооборотных циклов, из их внутренней системы охлаждения. Безусловно, очень важная и очень перспективная тема, которая позволяет жителям не домыслами пользоваться, а реально видеть в онлайне, что происходит. И на самом деле, когда эти системы появляются в открытом доступе, люди расслабляются и гораздо спокойнее ко всему относятся. Экомониторинг с нового года должен заработать по всей стране. С помощью интернета и каналов связи Ростелекома данные будут поступать на единую платформу в режиме онлайн, доступ, который получат природоохранные ведомства. В планах разработчиков – личные кабинеты жителей. Ведь каждый вправе знать, чем он дышит. А поможет в этом информационное общество. Кстати, по этому показателю Южный Урал входит в десятку лучших регионов страны. Ксения Перчаткина, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН из Челябинска.